Своим примером дадим возможность жителям почувствовать единение, почувствовать желание внести свой вклад в чистоту в городе. Здесь стоят лучшие, но и не худшие, находятся сейчас на старте по всему району и по всему городу, и которые готовы поддержать нас в этом почине. Не только областной субботник открыл глава района Алексей Валов. К этой акции в Щелкове приурочили запуск фонтанов. Три, два, один, два, только вместе мы большая сила. 12 лет назад Московская областная дума приняла закон о дне труда, который отмечается в третью субботу апреля. Так что в нашем регионе это официальный праздник, который по решению губернатора в этом году и отметили большим субботником в рамках месячника «Чистое Подмосковье». Хотя традиция весной наводить порядок зародилась еще в старину. Плох был тот хозяин или хозяйка, которые не наводили чистоту в своем доме, в своем дворе, на своей улице. В советские времена традицию назвали субботником. Название сохранилось и по сей день. «Чистое Подмосковье сделаем вместе». Под таким девизом сегодня Московской области проходит единый региональный субботник. В Щелкове акцию тоже активно поддержали коллективы предприятий, общественных организаций, депутаты всех уровней. Это национальная наша традиция. Почему бы ее не поддерживать дальше? Здесь зазорного абсолютно ничего нет. И воспитательный процесс, воспитание для наших детей. Как говорят, лучший метод воспитания – это метод примера. В каждом поселении были организованы пункты выдачи инвентаря, а также точки питания. Во дворах тон в работе по наведению чистоты и порядка задавали управляющие компании. Трудовые коллективы вышли на участки, заранее определенные организаторами. Это наиболее социально значимые места, где совсем уж грустная картина. Много цветного мусора, много валежника. Так, в частности, в городском парке собирали прошлогоднюю листву члены местного отделения «Единой России», депутаты районного и городского советов. К ним присоединился замначальника глав архитектуры Московской области Александр Стручев. Работники социальной сферы и отрасли ЖКХ выбрали для уборки лесополосу вдоль дороги на «Звездный городок». Ответственный участок. На следующий день по трассе пройдет маршрут «Гагаринского забега». Здесь, к большому сожалению, участок по загрязненности каждый год вызывает особую тревогу. И социальная сфера под моим руководством каждый год выходит на этот участок. Вы видите, сколько здесь мусора. И в сегодняшнем субботнике социальная сфера принимает в составе 100 человек. У нас сегодня все сотрудники управления ЖКХ, дорожного хозяйства, службы благоустройства «Зеленение» принимают участие в субботнике, который сегодня проходит на территории нашего района. Как мы видим, сейчас у нас достаточно большое количество. Мы идем навстречу сейчас социальному блоку. Я надеюсь, что скоро мы встретимся с Сергеем Николаевичем, убираем цветной мусор, делаем обделовку деревьев. Надеюсь, что ту чистоту, которую мы сегодня подарим нашим жителям, она будет сохраняться и в дальнейшем. Больше всех на субботнике ждали, конечно, жителей. В микрорайоне Чкаловский они оказались очень активными и приняли массовое участие в наведении порядка в своих дворах. Большой двор на пять домов по улицам Ленина и Институтская. В этом году здесь запланировано сделать комплексное благоустройство. Жители, узнав об этом, решили заранее подготовить территорию под будущую зону отдыха и детский городок. Вышли все от мала до велика и вон сколько мешков мусора собрали. Вот у нас сегодня субботник. Работают наши жители, с Ленина 4. С помощью, конечно, нашего депутата Алексея Юрьевича Яковлева, его помощника Антона. Спасибо им огромное. Ребят, кто-нибудь принимал участие? Да, мы все тут работали за троих взрослых. А что делали? Убирались. Ветки таскали в кучу. Муравейники убирали, копали. Убирали тоже. Вон мешки, вот там, вот здесь все убрано. Мешков много собрали? Да. Вон два мешка. Ну я лично два. Они побольше. Совместно решение было принято, что в эту неделю убираем именно этот двор. Привлекли спецтехнику с помощью. Ватч-строя нам помог. Сейчас приедут КАМАЗы будем вывозить все за собой, естественно, чтобы мы убрали территорию и сразу все это вывезли. Здесь вся моя семья, дети, отец, все друзья. Наводим порядок, чистый двор, чистая совесть. В первом районном субботнике, который проходил 14 апреля, приняли участие 2000 человек. А в нынешнем, общеобластном, в 10 раз больше. По официальным данным, наводить порядок и чистоту в Щелковском районе вышли порядка 23 тысяч жителей. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».